Приветствую каждого, кто смотрит канал Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня важные геополитические темы, в контексте которых находится Украина. Будет со мной обсуждать Максим Яли, глава Центра исследований нового мирового порядка и глобального развития Принавы. Максим, добрый вам день. Добрый. Украину продолжают атаковать дроны, так называемые шахиды, и обстреливают с ракет. Есть информация, что дроны поставляет Россия, Россия и Иран. Иран это опровергает, но появилось заявление министра по делам диаспоры Израиля, что понятно, какую теперь сторону должен принять Израиль. Позже министр обороны Израиля сказал, что это сугубо его мнение, и Израиль не будет принимать никакую позицию в данной ситуации. Что вообще происходит в Израиле? И какую позицию они займут в дальнейшем? Давайте по порядку. Тут однозначно обстреливается территория Украины иранскими дронами. Вернее, это правильнее называть летающими барражирующими снарядами, шахиды, так называемые. Тут уже никаких сомнений нет, они уже были найдены, и это продолжается уже не одну неделю. И наконец-то, буквально на днях, министр иностранных дел Кулеба предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. То есть, когда такие поступают предложения, на таком уровне, безусловно, тут это означает, что никаких сомнений нет. Таким образом, поставляя вооружение России, которая использует его против Украины, Иран становится соучастником военной агрессии против Украины. Поэтому здесь уже все точки и расставлены, более того, сейчас информация уже имеется относительно того, что Иран поставит новую партию дронов, и еще хуже для нас, возможно, это будет также и ракеты «Земля-Земля», достаточно дальнего радиуса действия, 300 до 500 километров. То есть, они, наоборот, идут на эскалацию и уже однозначно выбрали свою позицию. Смотрите, Максим, извините, что вас перебью. Иран готов продолжать переговоры с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения в поставках своих беспилотников для армии Российской Федерации. Об этом сообщает МИД Ирана. Как тогда это расценивать? Это какая-то игра? Ну, безусловно, понимаете. Россия до сих пор не признает и говорят о том, что мирные объекты, они по мирным объектам, мирным гражданам, они не наносят ударов. И вообще ни о каком геноциде речи быть не может. Хотя весь мир видел, не говоря уже об Украине, уничтоженные города, десятки, если не сотни тысяч. Погибших мирных граждан в том же Мариуполе. Поэтому это, безусловно, дипломатическая игра, война заявлений в информационном поле. Когда уже найдены обломки, даже целиком, вот я вчера там видел, нашли целенькие абсолютно. Это абсолютно иранские дроны. Даже российская пропаганда этого не опровергает. Они просто их по-другому там называют, Герань-2 перекрашивают. Но сути это не меняет. Это уже доказанный факт. Поэтому то, какие заявления делает иранская сторона, для нас уже не имеет никакого значения. Потому что, к сожалению, от этих дронов гибнут и мирные жители, не говоря о том, что десятки, тысяч, сотни становятся под угрозой отключения электричества, при их помощи наносятся удары по нашей критической инфраструктуре. Поэтому ставим эти заявления для внутренней иранской аудитории. Я бы так сказал. Тем более, если вот вы цитировали одного из министров Израиля, то есть там также уже стало очевидно, на чьей стороне Иран в этой войне. И уже звучат призывы к оказанию военной помощи Украине в поставках вооружения. Но, к сожалению, пока. Вот было буквально вчера заявление министра обороны Израиля о том, что пока Израиль не будет поставлять нам никаких систем вооружения. Возможно, поставят нам системы для обнаружения ракетных ударов, чтобы мы быстрее могли реагировать и наша система ПВО, и другие силы по уничтожению этих воздушных целей. Но, к сожалению, на данном этапе пока Израиль будет придерживаться политики так называемого нейтралитета и не будет оказывать нам военной помощи средств противодействия. Хотя, естественно, она была бы нам, мягко говоря, очень кстати, учитывая, что система ПВО, разработки, находится на высочайшем уровне в Израиле. Всем известна система Купол. У них есть очень разнообразные и сильные системы противодействия как раз и дронам, и Иранам. Потому что тут нужно понимать, что Иран является главным противником Израиля. В Иране официально, еще несколько десятилетий назад, когда Ахмадин Ниджад был в середине нулевых президентом Ирана, прямым текстом заявлял, что наша цель – это уничтожение государства Израиля. И Израиль прекрасно понимает, почему он и предпринимает собственные действия, когда был президент Трамп в Соединенных Штатах. Была нарушена, не то чтобы нарушена, Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки под влиянием Израиля. У Израиля теснейшие отношения с Соединенными Штатами. Он является одним из его ключевых геополитических союзников и в военной сфере огромные поставки военной помощи и новейших систем вооружения. Так что, скажем так, пока Израиль еще, мягко говоря, не определился. Вот мне только что буквально позвонили перед началом эфира, попросили там есть и наши люди, так сказать, в Израиле, и члены парламента, сейчас там будут выборы, принять участие в этой дискуссии о необходимости предоставления нам систем вооружения. Потому что всем известно, что сотни тысяч, если не миллионов граждан Украины, так называемых репатриантов, живут сейчас в Израиле, имеют свое гражданство. Так что у нас есть там свое лобби, я бы так сказал. Естественно, нужно его активно использовать для того, чтобы Израиль изменил свою точку зрения. Но пока и правящая коалиция не готова. Вчера там были заявления и бывшего премьера Нетаньяху, у которого очень тесные отношения были с Путиным, о том, что как раз не должен Израиль оказывать военной помощи Украине. К сожалению, пока не придерживается так называемый реал-политик, когда преследуют в первую очередь свои интересы. Потому что в Израиле прекрасно понимают, именно в правительстве, в нынешней коалиции, чего они остерегаются. То, что Россия начнет оказывать военную помощь, естественно, непрямым путем, поставлять оружие, новые технологии для террористических организаций, которые действуют на территории Израиля. На самом деле традиции там сильны. Еще с Советского Союза все эти организации террористические, которые считаются террористическими на территории Израиля, в том числе Хамас, они создавались при помощи тогда еще советских спецслужб. Откуда, из каких структур выходец президент России, нынешний, всем прекрасно известно. Я тут просто объясняю, с чем связана такая политика. Нерешительная, нейтральная, что сдерживает, я бы так сказал, Израиль. Какие последствия могут быть для Израиля, если они все-таки бы поставляли на оборужение? С этим понятно. Появилась информация, что США, Франция, Британия запросила на сегодня обсуждение в Совбезе ООН передачи иранских БПЛА России и их применения в Украине. Вы сказали о том, что Иран, Израиль не будет поставлять нам вооружение. Пока. Пока. Да, ключевое слово пока. Возможно, США, Франция и Британия это сделают, если они уже запросили совещание. Возможно, там они будут обсуждать для того, чтобы поддержать Украину. Ну, во-первых, что касается Соединенных Штатов, они уже нам поставляют системы противовоздушной обороны. Норвежское производство, НОСАМС, уже первые должны поступить. Здесь было обещано 8 систем. После как раз массированного ракетного удара 10 октября, который произошел по территории всей Украины, президент Джо Байден сказал, что в ближайшее время первые из них две поступят. Естественно, сейчас международное сообщество и наши, в первую очередь, союзники проводят консультации, переговоры для того, чтобы найти решение, как справляться с иранскими дронами. Вот как бы одно из последних решений, которое официально уже было озвучено. Генсекам НАТО, господинам Столтенбергам, что нам будут переданы сотни противорадарных установок. Ну и, естественно, тут нужно понимать, что не только шахиды нам угрожают. Как мы видим, увеличилось количество ракетных обстрелов по критической инфраструктуре Украины. Энергетическое. Президент Зеленский уже сказал, что 30% поражено. Это огромная цифра. И, судя по темпам, сегодня все мы слышали взрывы. И в Киеве продолжаются эти удары. Естественно, нужно также купировать. Единственный способ предотвратить, увеличить нам систему поставки ПВО. Ну вот, слава богу, Германия уже первую АРСТ нам поставила. Как известно, информация в телеграм-каналах была, что сегодня одну из ракет сбили как раз при помощи ее. Ждем официального подтверждения. Но, судя по всему, по обломкам, которые там нашли, разгоночная ступень именно как раз ей и принадлежит. Так что определенные меры уже предприняты. Ну и, естественно, их недостаточно, учитывая уязвимость нашей системы ПВО. Если ссылаться, опять же, на президента Зеленского, 10% потребностей у нас пока есть. Это очень мало. И, естественно, учитывая обширность территории, которая подвергается ракетным обстрелам, теми темпами, которые нам обещали ранее, то есть они должны производиться. Вот как бы там Германия нам сказала, ну три пообещала, но это еще там потребуется месяц, если не полгода, чтобы их произвели, поставили, обучили. Естественно, у нас нет столько много времени, чтобы ждать всего этого. И, как я уже подчеркнул, в любом случае нам нужно гораздо больше всех этих систем. Так что переговоры идут, решения будут найдены, я уверен. Главное, чтобы это произошло оперативно. Но тут, к сожалению, не все зависит, мягко говоря, от нас. А чисто теоретически нам могут закрыть небо в связи с обстрелами, которые сейчас массировано проходят по Украине? Чисто теоретически они могли бы закрыть его и в первых числах марта, когда мы об этом просили, умоляли. Чисто практически нет. Почему? Потому что закрытие неба, это что означает, если расшировать нас? Вступление войны в НАТО. Да, то есть это означает, что они будут сбивать все воздушные цели. Не только ракеты, но и самолеты, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины. В первую очередь на востоке и на юге нашей страны. А это будет означать прямое вступление в военный конфликт. Чего лидеры стран НАТО, любой, даже начиная с Соединенных Штатов, как ключевого игрока и вообще организатора этого военно-политического союза, избегают и на чем постоянно делают, скажем так, акцентируют внимание в своих заявлениях. Так что, увы, увы, мы не сможем получить закрытого неба. Мы можем просто сами его закрыть, если нам передадут необходимые системы ПВО. Ну и, конечно, самолеты хотелось бы. Учитывая, что там уже наши пилоты проходят обучение, это, скорее всего, вопрос времени, но, опять же, не ближайшей перспективы. 8 ноября в США пройдут предварительные выборы, если победят демократы либо республиканцы. Нам это угрожает, в принципе, понятно, да, какие могут быть последствия. Если все-таки победят республиканцы, эта ситуация на украинской территории ухудшится же очень сильно, правильно, насколько я понимаю? Как мы должны готовиться к этому? Готовиться нужно к любой ситуации. Знаете, как я там написал у себя, после очередных обстрелов, если ты не можешь изменить ситуацию, ты можешь только изменить отношение к ней. Я никак не могу, к примеру, изменить отношение к тому, что сверху падают на меня ракеты, сверху летают дроны и так далее. Если не будет поставок в таком количестве вот тех же Соединенных Штатов, ПВО и так далее, почему готовиться? Дина, ну вы же не можете повлиять на Джо Байдена, либо, главное, если мы говорим об американских выборах, на мнение рядовых американцев, для которых счета за электроэнергию, к примеру, либо на бензин, являются намного более важными, чем жизни женщин, детей, стариков, которые ежедневно гибнут в Украине. Увы, таковы реалии. Мы уже один раз, мягко говоря, поучаствовали в выборах, не на той стороне, как оказалось, я имею в виду президентские выборы 2016 года, когда победил Трамп, неожиданно для всех, а наши политики открыто поддерживали кандидата от демократов. Нам потом, мягко говоря, от этого прилетало, и долго мы еще расхлебывали, как минимум 4 года президентства Дональда Трампа. Поэтому я могу лишь успокоить зрителей, что да, нарративы очень тревожны. Я, естественно, отслеживаю ситуацию, опросы общественного мнения, как подается тема Украины в СМИ, аффилированных с республиканцами, ну, в частности, Fox News, это такой аналог CNN. То есть CNN работает, если так по-простому, на сторонников демократов, только они практически его смотрят. Fox News аналогично. Аналогично это рассчитано на зрителей, которые поддерживают республиканцев. Увы, то, что я там зачастую вижу и слышу, ну, как бы там Скобеева и Соловьев нервно курят в сторонке. Как это подается, как это манипулируется. Но это политическая борьба. К сожалению, если бы демократы, и так уже было, в марте, к примеру, когда администрация Байдена медлила с предоставлением на военной помощи, республиканцы его за это очень серьезно критиковали. Как только он нам начал оказывать помощь, да, они, ах, ну да, мы должны ставить интересы американских граждан выше там партнеров, которых мы там не знаем. Я не буду даже цитировать те уничижительные выражения, которые звучат в адрес президента Зеленского от отдельных, очень популярных ведущих республиканских телеканалов. То же самое касается и печатной прессы, то же самое касается и отдельных политиков. Республиканцев сегодня, к примеру, были такие заявления от лидера меньшинства, потому что республиканцы в меньшинстве находятся в Нижней Палате Конгресса, что да, нужно сокращать военную помощь. Но подчеркиваю, есть такой лагерь и в республиканской партии так называемые трамписты, да, Трамп просто как бы для понимания зрителей это такие изоляционисты, это такое традиционное направление в американской внешней политике, которое столетиями на самом деле доминировало до вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну, а затем во Вторую, там, когда уже, к примеру, вовсю шла и Вторая мировая война, да, как бы, если сейчас так, перечитывать американскую прессу, те заголовки, интервью, заявления тех политиков, там были многие, которые поддерживали. Адольфа Гитлер, более того, там даже такие крупнейшие магнаты, там, Форд получал награду от нацистской Германии, да, то есть в этом плане такие заявления есть всегда, тренды, но пока, пока они, слава Богу, для нас не доминирующие, потому, поэтому для нас, все-таки, с точки зрения украинских национальных интересов, было бы лучше, если бы демократы сохранили контроль над обеими палатами американского конгресса. Сейчас, конечно, это будет весьма проблематично, все будет решаться в последний момент, повестка украинская, она важна, и тут, я бы так сказал, очень многое будет зависеть от того, успеем мы, к примеру, вернуть Херсон, потому что всегда люди хотят поддерживать того, кто побеждает. Главное, что мы уже изменили огромные тренды в общем мировом масштабе, что никто, в принципе, не верил, что мы можем даже оказывать сопротивление, все мы помним, за три дня Киев падет, да, и так далее, и так далее. И в американском обществе эти нарративы были также очень сильны, я вам по секрету скажу, что и в администрации Байдена тоже. Вот, слава Богу, верим в ЗСУ, они творят чудеса, и я уверен, их успехи также помогут и демократам сохранить контроль над обеими палатами американского конгресса, чтобы не возникало проблем у нас с получением в дальнейшем военной и финансовой помощи Украине. Надеемся, что к 8 ноября уже наши отвоюют Херсон, потому что, как утверждают источники бои, уже начались. Максим, спасибо вам большое. Максим Яли, глава Центра исследований нового мирового порядка глобального развития при НАУ. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая, и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...